Друзья, очередной привет. Я Владимир, Прокатюшечка Ру. Святая святых, сервисный центр нашей компании. Сегодня мы будем рассказывать про то, что хотим сделать с лодкой Fenix 510 BR. Все эти умозаключения пришли после того, как мы сходили не самый дальний, скажем так, средний поход, пробегом 440 километров от города Кимры до города Мышкин и назад. Посмотрели, поняли, что мы хотим еще добавить в этой лодке, пришли к определенным умозаключениям. И вот сейчас я намечу определенный план, и с этого момента мы стартанем дорабатывать эту лодку. И в конце, конечно же, покажем, что получилось, и оценим, самое главное, оценим наше воплощение. Итак, начнем с носовой части. И самое первое, что нам придется поставить на стеклопластиковую лодку, это защита киля под названием Кильгард. Вот в этом месте пойдет специальная лента из ПВХ-материала, достаточно толстой, шириной по 3-5 сантиметров в каждую сторону. Эта вещь будет защищать самую мощную, самую, скажем так, принимающую первый удар от берега, от песка, от камней, часть в этой лодке. Стеклопластик. В этом нет ничего страшного, когда мы получали эту лодку, не было в наличии Кильгарда. Итак, лента защитная пойдет вдоль киля. Я думаю, что мы продлим ее метра на 3, наверное. Значит, здесь уже видны определенные царапины, которые мы аккуратно зашлифуем. Уберем. Это царапина от камней, от песка, от ракушки, которые, в принципе, достались этому корпусу после похода и после наших тест-драйвов на этой лодке. Почему мы все время обращаем внимание, что необходимо устанавливать защиту киля на стеклопластиковой лодке? Если обратите внимание, больше нет нигде никаких царапин, а эта часть, она принимает на себя весь удар, как сказал чуть раньше. Второй доработкой мы будем делать лебедку на этой лодке. Здесь есть классный якорный рундук для швартовых канатов, для якорей и прочего. Но я полазил по интернету, не нашел нигде реализации якорной лебедки электрической. Не хочется хранить этот рундук, и мы сделаем следующим образом. Здесь пойдет у нас роульс. Мы уже продумали конструкцию. Выносной роульс. И внутри будет установлена скрытая лебедка. Вся коммуникация будет убрана. К ней можно будет абсолютно спокойно добраться. Функционал данного лючка, потопченный, так называемый, выхода на нос, на берег, не изменится. Но все это мы, конечно, покажем. Многие видели на различных лодках, спортивных, прогулочных, стеклочтителей, пантографные, либо обычные. Соответственно, на нашу лодку мы тоже приняли решение поставить его. Все-таки, когда идешь в дождь, либо в сильный ветер, и брызги летят от скулы, от воды, все это попадает на лобовое стекло. Здесь стекло каленое. И, соответственно, мы можем абсолютно спокойно поставить нормальный, полноценный стеклоочтитель пантографного типа. На корме мы посмотрели, как это сделано на других корпусах, на других лодках. И мы решили поставить сюда два дополнительных кринолина. Это площадки. Вот такие вот. Которые увеличат, конечно же, габаритную длину корпуса, но позволят абсолютно спокойно на нее встать. И заменить, если при необходимости, поломанный винт, либо ударившийся винт на нормальный, на цельный. Что мы будем делать с этой лестницей? Честно говоря, мне эта лестница в этой лодке не понравилась. Уже написали производителю. В общем, здесь есть возможность использовать некий трап, который прячется как раз вот в этом рундуке. Для простых людей, которые не захотятся и ставить дополнительные кринолины на эту лодку. Но мы решили ее просто-напросто демонтировать. И один кринолин мы заказали уже с трапиком телескопическим, который будет на три ступени также опускаться в воду. А второй кринолин это просто некая площадка, на которой можно будет просто, абсолютно спокойно стоять. На самом деле, практически совсем угадали. Все наши ящички, ниши, которые мы установили в эту лодку, они отработали на самом деле на тысячу процентов. Но, как всегда, аппетит приходит во время еды. Первое решение. Значит, поставить музыкальную установку. Ну, все же-таки, стационарно-музыкальная система, она будет интереснее, нежели чем переносимая колонка. Я пользуюсь, как и говорил в видео, колонками JBL, небольшого формата. Но, тем не менее, ее нужно периодически то зарядить, то еще что-то такое. Использовать магнитофон, как-то использовать Bluetooth-устройство. Поэтому мы решили поставить стационарно сюда музыкальную установку. Покажем, как это получится. Было желание изменить высоту дверц в подконсольное, я бы, наверное, так назвал, пространство. Ну, посмотрели, значит, приходится достаточно много времени потратить и усилий для того, чтобы тут придется переделывать даже и дверцу межконсольную, для того, чтобы увеличить вот эти вот нишевые. Соответственно, здесь, на этой пассажирской консоли, здесь тоже определенные трудности есть. В общем, мы, наверное, это оставим как есть. Поглядим, посмотрим, пока как бы мысли крутятся. Рулевая система. Мне не очень, скажем так, понравилась посадка. Не хватает длины рук, я бы, наверное, назвал так. При этом слайдер, который установленный, идет в базе с этой лодкой, он подвинут максимально вперед. Мне не хватает длины рук. Я думаю, что посмотрим, посчитаем, найдем какую-нибудь оптимальную систему, для того, чтобы можно было эту систему рулевую отодвинуть, ближе к себе поставить. Это вот такие как бы мысли. Это либо будет гидравлическая система, либо механическая, с изломом специальным. Посмотрим, как это решим. И самое главное, что мы хотим еще сделать в кокпите, в центральном рундуке мы хотим сделать специальную пол, площадку, для того, чтобы вещи, которые там хранятся, либо канистры, либо вещи, все-таки не так сильно намокали водой. Вода попадает, дождь попадает, все это понятно. Но, тем не менее, в центральном рундуке по какой-то причине стоит вода. Давайте я покажу. Вода. Вода стоит, вода попадает. Видна нормальная абсолютно работа комиксов. Да, они собирают песок. Вся вода с песком, который есть из кокпита, либо уходит наружу, потому что палуба у нас самоотливная, либо попадает вот сюда в комикс, но это, соответственно, необходимо пылесосить. Ну, вот та вода, которая там стоит, меня больше всего лично напрягает. Будем с ней разбираться, она, к сожалению, не вся выходит. И для того, чтобы складывать сюда более безопасные вещи, пусть даже в гермомешках, в гермобаулах, когда вы их достаете, вот эта вся грязная вода, она может попасть на вас, попадает в кокпит. Зачем это нужно? Мы решили сделать небольшую полочку. Посмотрим на реализацию этой идеи. Обязательно поставим на эту стойку амортизационное решение от компании Йорж. Потому что, походив на других лодках, попав в волну от 80 сантиметров до 1 метра, ну, все-таки спина скажет это точно, спасибо. И здесь будут установлены две стойки Йорж, как под водителем, так и под пассажиром, и получится круто. Давайте посмотрим на процесс работы. Продолжение следует... Вторая часть нашего обзора по лодке Fenix 510 BR в комплекте с двигателем Honda 100. Доработки лодки. Что мы доустановили, по нашему мнению, в лодку, скажем так, самое необходимое, как и обещали. Ну и, соответственно, небольшие тесты на воде с разными винтами. Сегодня будет у нас пара винтов. 17-й, 19-й шаг. 17-й мы все результаты, в принципе, знаем. Ну, в общем, как бы попробуем поставить 19-й и посмотреть еще раз, что получится и при какой загрузке. Какие основные доработки прицепа мы произвели? Значит, перво-наперво мы поставили стяжки а-ля Ботбакл. Причем это, честно говоря, китайские стяжки, которые вроде работают. Смотрим на их работу, сами проверяем их надежность. У меня на другой из лодок такие стяжки ходят уже год. Самое важное, что мы переделали в данном прицепе МЗСА. И многие знают про этот, мягко скажем, косяк. Это лебедка. Лебедку мы подняли выше, сварили из толстенного алюминия. Ребята у нас в сервисном центре прокатистику сварили специальный упор. И подняли эту лебедку как раз выше, в одной плоскости с U-образным ремболтом. Теперь стало однозначно затаскивать легче. Сейчас мы еще раз покатаемся и поймем, нужно ли нам переделывать вот эти вот качельки. Либо на один приемный ролик, либо один U-образный упор. Запасное колесо надо ставить по правой стороне прицепа. Это очень важно, потому что если вдруг что-то случится, вы останавливаетесь на обочине. И с правой стороны более безопасно снимать это запасное колесо. Пойдемте посмотрим, что изменилось сзади прицепа. Во-первых, мы заменили фонари, которые идут в базе с прицепом МЗСА. Поставили светодиодные фонари. Ну и соответственно габариты также светодиодные поставили. Это очень важно, потому что в плохую погоду, когда передвигаешься, все эти галогенки вообще не видны. Плюс их стряхивает. В общем, проблему закрыли. Ну и плюс ко всему также поставили стяжку специальную для крепления лодки. Она очень удобная. Еще раз повторюсь, не надо никаких перекидных ремней. Не надо портить свою лодку. Ее собрали вот в такое вот компактное устройство. Соответственно, нигде ничего абсолютно не болтается. Ну для того, чтобы, понятно, эту стяжку прицепить к лодке, нам на лодке пришлось установить два У-образных РМА на карме. Одно из доработок, которые мы решили сделать на этой лодке, это установить дополнительные кринолины. Во-первых, это немного расширило само по себе применение лодки и вообще кринолинов. Мы убрали вот этот трапик торчащий, как по моему личному мнению, не очень удачный и устанавливаемый с завода. Здесь сейчас у нас трапик стоит также из нержавейки. Он у нас интегрирован в левый кринолин. Абсолютно спокойно вытаскивается и может быть опущен в воду фактически в любой момент. Вот так удобно, хорошо, очень практично. Причем здесь же этот кринолин имеет автоматически ручку для того, чтобы можно было держаться и спокойно вылезать. Второй рукой вы можете либо за колпак двигателя держаться, либо ногой вставать на антикавитационную плиту. Но в общем, в любом случае это более практично. Для чего вообще в принципе нужны кринолины на таких лодках? В первую очередь, это возможность на данной лодке подойти ближе к воде. Для того, чтобы, к примеру, помыть посуду, помыть руки. Плюс ко всему поменять винт, если вдруг, не дай бог, что-то произошло с двигателем в движении и вы наткнулись, например, на камень. Ну и второй, конечно же, важный момент, это расширение длины судна на длину кринолинов. Здесь ребята в нашем сервисном центре столкнулись с определенными проблемами. Мы купили стандартные кринолины, продающиеся в нашей компании. Поставили их с левой стороны с трапиком, с правой стороны без выдвижного трапика. Пришлось аккуратно подрезать, так как они универсальны, подходят практически ко всем лодкам. Ну, пришлось немножко подрезать там, подрезать сям. Получилось, как мне кажется, очень здорово. Тент на ней получился вообще просто шедевральным. Это просто крутое изделие, полностью проработанное нами. Для того, чтобы было удобно нам, как передвигаться на машине вместе с этой лодкой, даже на больших скоростях. И хранить эту лодку на причале под этим же тентом. Во-первых, под каждую швартовую утку мы сделали молнию специально. И теперь можно швартовый канат крепить на причале, как раз с уже одетым тентом на лодке. Тент снимается и одевается очень просто. Мы пустили кнопки над привальным брусом, поэтому все вот это очень легко отстегивается. Самое главное, мы проверяли это на скоростях 80-90-100 км в час. Тент никуда и абсолютно не срывает. Все места, выступающие на лодке, мы на этом тенте укрепили специальным материалом. Там, где рейлинги выступают, там, где выступают грибочки от ходового тента на этой лодке. Оставили места для крючков, которые служат креплением для кранцев, для борта, например, лодки. Усилили места. Здесь стоит ходовой огонек. Ну, здесь все абсолютно усиленно. Усиливается только для того, чтобы тент не протирался. В любом случае, у тента есть какие-то определенные колебания на воздухе, когда вы там передвигаетесь. И он может натирать вам пластик, либо протираться сам по себе. Хоть он вроде кажется и крепким. Ну и, соответственно, вот так вот продвигаясь к носовой части, здесь дополнительные места для клепок мы поставили. Потому что на эти же клепки устанавливается носовой тент с этой лодки. То есть мы полностью еще можем закрывать нос, но уже вторым носовым тентом. С передней части также есть молния для доступа к швартовой утке. Рейлинги все убраны. На протяжении времени, в котором мы эксплуатируем эту лодку, нам пришлось этот тент даже немножко перешить. Изначально мы его сшили без учета того, что у нас будет носовая якорная лебедка. Ну, а после того, как мы поставили носовую лебедку, здесь пришлось сделать некое отверстие, куда как раз выступает система крепления носового роульса, сам роульс и якорь. Мы установили накладку на киль из ПВХ материала, достаточно толстого. Он здесь в районе 3 мм, влево и вправо, где-то сантиметров по 5. Кильгард, кильшелд, это специальный материал, который наклеивается практически с форштевнен до середины судна, как минимум до гидролыжи или до кили, как вам удобно. То есть, эта часть основная принимает удар на себя от камушков, от берега, от каких-то механических повреждений. То есть, вот эта часть сейчас полностью абсолютно закрыта, и я за нее буду спокоен. Перед тем, как спуститься на воду, мы заменим винт сразу же на 19-й шаг по двум причинам. Первая причина, здесь винт имеет механический удар после наезда на подводные препятствия в виде камня какого-то, либо чего-то такого. И второе, то что у нас уже результаты на 17-м винте были произведены. Мы показывали их в прошлом ролике, который мы разместим под этим видео, ссылочку на который. Ну и, соответственно, сейчас мы будем как раз гонять на 19-м винте от компании Solus. Вот как раз повреждения, повреждения, которые налетели. Честно говоря, если начать выстукивать алюминиевый винт, то вот эта часть однозначно сломается. Но это не то, что винт в труху, но если аккуратно выправить, то, в принципе, можно, конечно, его эксплуатировать. Ну, так как нам нужно еще и погонять, и посмотреть, и винтов у нас достаточное количество, соответственно, мы просто поменяем винт сейчас. И все. А с этим посмотрим, что делать. Ну, вот, соответственно, сейчас у нас винт в руках, и можно посмотреть на изменение геометрии, в принципе, лопасти после того, как она налетела на каменную какую-то гряду, на мелководье, где невозможно, например, подойти к берегу. Ну, кто-то забыл, просто, да, вот, там, за 12 часов разного пути. Вот здесь, например, геометрия изменилась. Соответственно, мы имеем на этом винте уже не тот шаг, может быть, даже и диаметр, и выгиб лопастей. Технические характеристики лодки у нас поменялись, и достигнуть те же самые скорости, например, или, там, разгонную динамику намного сложнее, нежели, чем на новом винте или на старом винте с правильными лопастями. Очень важно, обращайте внимание на свои винты и все технические характеристики, когда люди говорят, у меня лодка перестала ехать. Ну, в первую очередь, достаньте просто-напросто мотор из воды, посмотрите, что у вас с винтом. Ну, в общем, дальше обращайтесь к профессионалам, они вам будут уже рассказывать, что нужно делать. Ну, теперь мы показываем, как все на практике и что у нас изменилось внутри лодки. Начнем с кринолинов, которые, по нашему мнению, очень важный аксессуар. Вот, встаю на него вот так вот. И теперь можно гарантировать то, что вы находитесь почти на 15 сантиметров ниже основной потопчины. Во-первых, удобно то, что из потопчины можно что-то достать, взять. Плюс ко всему, есть возможность дотянуться до винта лодочного мотора, ну и, соответственно, чуть-чуть ближе к уровню воды на 15 сантиметров. На самом деле это важно, потому что, я говорю, там, либо посуду помыть, либо руки помыть, либо еще что-то. То есть, в такой лодке с большим бортом, почти метр двадцать семь, соответственно, с высокими задними потопчинами, с самой отливной палубой, вопрос доступа к воде все же иногда нужен. Это решается кринолином. После похода от Кимор до Мышкина мы столкнулись с тем, что лодка шла классно по волнам, но было, как всегда, некомфортно сидеть. Мы решили поставить на эту лодку две стойки от компании Йош. Поставили мы здесь стойки оцинкованные, с металлическим оцинкованием, 205 миллиметров. Соответственно, поставили переходники. Это сидение может вращаться. Причем, отмечу сразу, что стойки мы поставили так, чтобы даже немножко ближе можно было сесть к штурвалу. При этом мы хотели сделать вынос штурвала с помощью некий, либо регулировочного механизма, наклонного механизма, либо гидравлического управления. Но все решилось достаточно просто. Мы поставили стойки Йош и поставили их так, как не рекомендует производитель. Сживаясь, стойка Йош должна вас отодвигать от консоли. Когда вы ставите стойку Йош наоборот, соответственно, есть опасность того, что при сжатии, двигаясь вперед, вы будете попадать на консоль. Либо можете удариться головой о стекло, либо в какие-то выступающие части. Это не очень здорово. Все это, конечно, происходит при очень большой волне, если совершенно случайно пропустить такой момент. В данном случае, так как до штурвала, до консоли места достаточно много, мы их развернули, поставили. Тем самым, сэкономили себе деньги на установке дополнительной регулировочной системы в рулевом управлении. Самое дальнее положение, я бы сказал, наверное, как было раньше. То есть, я должен был вытянуться вот так вот сидеть. Ну, скажем, не очень комфортно, либо подвинуться поближе сидеть и управлять этой лодкой. Теперь, после установки данных сидений, ну и, соответственно, даже слайдер в базе, который идет, можно пододвинуться настолько, что у вас, как будто вы сидите в неком спортивном автомобиле и управляете штурвалом уже вот так вот практически. Намного комфортнее, нежели чем было ранее. Поэтому вот эта подвижка с движкой и установка дополнительной амортизационной стойки позволила нам занять более комфортное положение в лодке. Изменения коснулись также и рулевого поста консоли пилота. Во-первых, мы установили на лодку музыкальную установку от компании BOSS. Поставили круглую голову MGR 350. Карплотер остался на месте. Датчик уровня топлива мы перенесли чуть ниже. Здесь разместился аудиовход для данной аудиосистемы, соответственно. И плюс можно установить небольшую USB флешку. И чуть ниже разместилась кнопка от управления лебедкой. Также после установки стеклоочистителя на водительской консоли мы добавили возможность включения его на панель переключателя. Но так как лодка все же прогулочная, то от музыкальной установки хочется много звука. И здесь мы поставили 4 колонки в бортах этой лодки. Ну и подключили также музыкальный усилитель мощностью практически киловатт. Владельцы Fenix 510 BR часто замечали, что в центральном рундуке, которым вмещает в себя почти 50 литров бензина, две или две с половиной канистры с топливом, стоит вода в центре. Эта вода, она понятно уходит с помощью водоотливных помп, либо шпигата, которые мы врезали в транс этой лодки. А мы решили сделать немножко по-другому. Мы решили для того, чтобы не пачкать свои вещи, сделать там пол. Вот такой классный пол, обшитый моредеком, то есть это влагостойкая фанера, сделана из специального упора. Ну и под ним, соответственно, может находиться вода, если она там вдруг попадает по каким-то причинам. Но теперь здесь более сухое место, можно что-то сложить, и оно не будет намокать. Конструкция очень простая, состоит из двух деревяшек, так сказал ранее, точнее фанерок, обшитых виниловым покрытием моредек. Ну там чуть-чуть водички, всегда может скапливаться. Я говорю, еще раз, классно получилось. Жалко, что сегодня солнечная погода, в первый раз жалею об этом. Но чтобы показать работу стеклоочистителя, установленную на лодке Fenix 510 BR, вот так намочили стеклышко и включаем сектор, который очищает, наверное, сантиметров под 35-40 и по высоте, должно быть хорошо. Носовая якорная лебедка. На самом деле, перед тем, как ее монтировать, связался как с производителем, пересмотрел массу фотографий. Ребята у меня в сервисе пересматривали кучу фотографий. Мы не нашли ни одной лодки на тот момент, когда мы устанавливали, где бы была использована вот эта лебедка, тем более в скрытом положении. Для чего мы поставили скрыто? Во-первых, вся лебедка размещена, естественно, здесь. Лебедка от компании Stranger, модель 35-я, предназначена для скрытого монтажа. Сделали оголовок, вывод, соответственно, поставили накладной роульс, ну и, соответственно, сделали крепеж специальный, достаточно сильный, этот вот бушприт, для того, чтобы закрепить носовой роульс. Это, наверное, одна из лучших инсталляций на такой прогулочной лодке. Почему скрытно? Во-первых, можно выйти на берег. Здесь не мешается кожух лебедки, не портит внешний вид. Все убрано аккуратно. Если вдруг, совершенно случайно, что-то ломается, так бывает, всегда можно сбросить якорь, открыть вот эту крышку и что-то сделать с лебедкой, если это вдруг понадобится. Только из этих целей нам пришлось сделать носовой бушприт из алюминия, вынести роульс за пределы корпуса лодки. Ну, давайте теперь я покажу ту часть, про которую мы ранее не показывали. Носовой тент. Кусочек ткани. Для чего, опять же, мы это делаем? Если вы передвигаетесь на лодке достаточно далеко, сюда можно положить какие-то вещи, для того, чтобы они у вас не намокали. Тем самым вы освобождаете кокпит своей лодки, а это место укрыто полностью от ветра, брызг, воды. И, соответственно, давайте покажу, как он одевается. Одевается он, на самом деле, достаточно просто. Также мы продумали возможность, заранее продумали, крепление к тем же кнопкам, что и транспортировочный стояночный тент. Ну и заодно обходим все рейлинги и выступающие части. Абсолютно симметрично одевается с обратной стороны. Не буду сейчас застегивать, но хотел показать следующее. Для того, чтобы ветер и вода к вам не попадали, с обратной стороны на стекло сделаны также элементы. Соответственно, вода, которая будет сюда попадать, будет абсолютно спокойно скатываться наружу. Первый тест. Надеюсь, он будет и последним. Поменяли 17 винт 13-25 оригинальный. Поставили Solus 13,3 на 19. Соответственно, в прошлом видео мы показывали, что два человека в лодке у нас идет порядка 65 км в час. Это на максимуме. Топливо у нас сегодня порядка 35-40 литров. Загрузка 2 человека. На носу появилась лебедка. Весом там килограмм, наверное, под 10. Роульс, конструкция. Якорь сам по себе. Второй якорь лежит. Ну так, по мелочи. В общем, нос поджат, я бы так назвал. Ну и, соответственно, давайте пройдемся сейчас. Разгонимся, посмотрим, как выходит на глиссер. И, соответственно, замерим показатели. Во-первых, максимальной скорости. А во-вторых, замерим показатели круизных оборотов. Камера GoPro все будет писать, все нам отображать. Выбег, расход топлива мгновенный. Сколько на одном литре мы пройдемся километров. Обороты. Соответственно, скорость по GPS. Максимально с прошлого раза мы получили 67 км в час. Ну, скажем так, было 66. Я бы так, наверное, назвал. Поехали. Ну, разгоняется хорошо. Практически потерь нет никаких, я бы так сказал. То есть для этой лодки, достаточно тяжелой лодки. Задираем, фактически, мотор на максимум. Ну, 64 км в час. Первое показание. Сейчас, как и говорил ранее, Москва-река у нас, она имеет кучу поворотов, разворотов. Сейчас найдем более спокойное место для того, чтобы понять точные конечные характеристики. Максимально он у нас выкручивает сейчас 5800 оборотов. Но оно понятно, потому что мы изменили шаг винта и максимальные обороты у нас, конечно, снизились. Но при этом при всем у нас должны улучшиться характеристики в круизном режиме. Вот такое спокойное место, грубо, 63,7-64 км в час. Хорошие показатели на 19-м винте. Разгоняемся. Поднимем трим, откинем мотор. Вот 45 км в час. 4200 оборотов. Расход 17,4, выбег 0,38. Ну, 390 грамм на километр. Это мы сейчас идем против течения. Если нужно идти медленнее, порядка 40 км в час. Ну, бывают люди, которым нужно так идти, экономить топливо, например. Что позволяет Хонда как раз сделать. Расход 14,5, ну, 15 литров. Обороты 3,900. Скорость 40 км в час против течения. То есть, с учетом того, что здесь бак 90 литров, мы с вами понимаем, сколько здесь можно пройти на одном баке. В принципе, хороший такой круизник. Ну, и, наверное, заключительная скорость 50 км в час. Все же, это для людей, которые ходят чуть-чуть больше, чем круизные обороты. Мотор уже работает не в режиме ЭКОМО. У Хонда это фирменный режим. В ТЭК. Как раз Хонда 100. И еще, кстати, я обращу ваше внимание, что мы катаем данную лодку на моторе Хонда 100, но заправляем 92-м бензином. Рекомендовано, конечно, заливать 95-й бензин. Все-таки Хонда 100 это мотор, который сделан из 90-ка, фактически, но немножко форсирован. И все производители говорят, типа, ребят, давайте заливать 100-й бензин. Производитель компании Хонда. Вот мы идем 50 км в час. Расход 20, оборота 4600. Мы забыли показать вам одну штуку и исправляемся. Это музыка, которая была установлена здесь. Четыре мощных динамика с подсветкой. Такая-этакая цыганщина. Ну, иногда хочется так вот жахнуть на все берега. Какого-нибудь лепса или еще что-нибудь такое. Кто что любит. Мы поставили здесь музыкальный усилитель, как я сказал. Давайте покажу, как это играет. Никто не говорит, что это премиум какое-то качество. Телефон соединяем по Bluetooth. Думаю, что в целом многим становится понятно. Музыка играет, бумкает. Если хочется добавить еще больше баса, либо увеличиваем диаметр колонок. Подбираем колонки более мощные. Либо ставим уже усилитель для сабвуфера. Ну и, соответственно, большую низкочастотную колонку сам. Классная лодка. Еще раз прокатившись на ней, в очередной раз влюбляюсь. Супер. Она просто дарит эмоции. И вот эти доработки, которые мы провели за 2020 год, за несколько месяцев. А самое главное, что мы поняли, что мы хотим доработать. Носовая якорная лебедка. Стеклоочиститель пантографного типа, который очень нужен на самом деле на этой лодке. Музыкальная установка. Вещь спорная, но рекомендую. Кринолины, какие-то площадки, добавки, тенты и прочее. На самом деле, все это нужно практически любому путешественнику-водномоторнику. Это очень здорово. Здесь, в этой лодке, нет ничего абсолютно лишнего. Даже тот носовой тент, который мы вам показали, он вам будет необходим в плохую погоду. Это очень важно. При переходах в плохую погоду. Ходовой тент в комплекте. Ценник лодки начинается от 600 тысяч рублей. Я думаю, что это самое выгодное, самое интересное предложение на рынке. Ну а где грамотно собрать, все установить, настроить, сдать на воде и прочее, вы знаете. Конечно, прокатись с течкором. И напоминаю, что эту лодку можно будет взять на тест-драйв в нашей компании, с нашим сотрудником. Мы вас покатаем. Условия тест-драйва написаны на нашем сайте, в специальном баннере. Приезжайте, выбирайте, сравнивайте. Мы всегда рады вам помочь, проконсультировать, показать все как есть. Этой лодке я ставлю твердый лайк, твердую пятерку. Мне она очень понравилась. Отнесу ее в разряд любимых лодок. Дорогие друзья, пока. Увидимся на воде. С вами был Ильин Владимир, прокатись с течкором. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...